Добрый вечер всем хорошим людям. Привет дорогие друзья. Слава Украине, живе Беларусь, Алга, Казахстан. Диктаторам поскорее на концерт к Обзону, в первый ряд к Жириновскому. Знаете, Мария Захарова начала плакать, что Украина почему-то не хочет мира. Мы уже там какие-то кусочки съели территории, давайте остановимся и подпишем мирный договор. Например, Украина заявила в лице подалека, никаких мирных договоров не будет, пока мы не освободим свою территорию. А комсомольская правда с таким сегодня заголовком вышла, что Белгород они возьмут, Ростов возьмут, а вот с ними ладно, а дальше уже точно не пройдут. А было еще недавно, через три дня мы будем праздновать в центре Киева на Крещатике. Ладно, начинаем вечернюю солянку, поехали. Классный код, друзья. Биологически активный, сделан в лучших лабораториях Соединенных Штатов на территории Харькова. Знаете, диктаторы все время рассказывают, насколько полезны санкции, что наконец-то свершилось счастье. Вот теперь они заживут просто в идеальном мире и в них будет самое лучшее. При этом, условно, каждый понедельник они говорят, ну зачем эти санкции нужны, от этого же хуже всем и страдают все страны. А там Америка, Англия вымирает сегодня, там Россия-1 выпустила выпуск, что забыл, какой город в Англии хотят вести чрезвычайное положение, потому что все страдают от голода. Каждый четвертый житель сейчас умрет от голода. Но я вам сегодня хочу показать один кусочек. Есть один из двух диктаторов, усатый таракан, который так размечтался об импортозамещении, что сегодня выдал очередной перл. Он хочет продать свой майбах, он хочет отдать свою Теслу в детские дома. И пересесть, и перевести все правительство и кортеж, на что бы вы думали? Естественно, на «Жигули» и «Лады», потому что Россия начнет их производить, как в Советском Союзе, те же модели, но они будут более лучшие. За «Мерседесом» угонимся чуть попозже, сказал он. Ну, посмотрите этот кошмар. Ну, хорошо, не будем ездить в это время на «Мерседесах», пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать «Лады», «Москвичи», а что плохого? Это уже не те «Москвичи» советские, естественно. Но, может быть, еще и не «Мерседесы». Придет время, будут у нас и свои «Мерседесы». Вот так вот, друзья. Теперь представьте, кортеж диктатора Лу. Он впереди едет на «Жигулях» бронированных «Шестерка». По бокам две «Девятки», «Лады» Калины. Сзади еще четыре, я не знаю, «Москвича». Серьезный кортеж к Дворцу Независимости может подъехать. А, так получается, что у нас в заставке сегодня будут из котиков. Раз мы вспомнили про таракана, то посмотрите на удивленные глаза очень красивого котика. А я сейчас тебе покажу, где ты нассать хотел. И если бы за шесть часов до начала твоей операции ты получил бы примитивный удар по морде. Четыре позиции. Я сейчас покажу, где ты нассать хотел. Уже, конечно, хайп от этих мемов. Его «А я тебе покажу» отходит. Уже, наверное, тысячи видео сделаны. Лука сегодня начал рассказывать, что он договорился с Путиным. И купил в нужном количестве Искандеры. И теперь у него их столько. О каком количестве он прям мечтал. Ну, я ему хочу сказать, что все его эти публичные заявления абсолютно фиолетовые. Потому что разведка, гуру Украины, слушают его и днем, и ночью, как часы. И знает все, откуда и что готовится. Просто там разговоры не те, немножко. Прежде чем мы перейдем к зомби апокалипсису и видео из Путинастана, где все зигуют и преклоняются букве Z, Я еще хочу показать вам одно короткое видео, доброе. У нас сегодня набирает скорость такая же компоновка видео, вот как было с тараканом, где он, откуда готовилось нападение. У нас тут дедушка поет песенку. И мне уже, наверное, за сегодня прислали вариаций 10. Вы их скоро увидите. Но я вам покажу, откуда это пошло. И как это выглядит, одно 5-секундное видео вставлю. Сейчас вы, поверьте, увидите скоро это везде, во всем интернете, разной интерпретации. Стефания, мама моя, Стефания. Друзья, наверное, те, кто родился раньше 80-го года, застали еще школы Советского Союза. И помнят, в младших классах точно, я еще в младших застал, был такой конкурс, по-моему, песни, строя, вот я не помню, пляски, поправьте, или как он заканчивался. Но то, что нас с 1-го, 2-го, 3-го и по 5-й класс заставляли всех маршировать и дружно петь песни военные, какие-то там на то время патриотические, я не знаю. Я только помню уже, наверное, с 5-го класса мы выходили там, это же еще всех заставляли после школы оставаться, и ты там полтора часа, три раза в неделю маршируешь, вот таким вот шкитом еще, даже когда тебя там в пионеры не приняли. А потом пионерам еще должны лучше маршировать, это был капец. И у нас было ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Ну, многие, я думаю, вспомнят, можете написать в комментариях, у кого же было. Так вот, на этой почве собиратель земель русских, он же ж там, а-ля в Госдуму кто-то внес законопроект, не внес, а предложил вернуться к советскому флагу. Кто-то сказал, это завтра, День пионерии, что хотят вернуть пионеров в Российской Федерации, но не возвращают все, что было там. Я вам сейчас покажу видео. Вы обратите, кроме того, как они что делают, на антураж внешний, на идеальную площадку школьную, по которой они ходят. На домики, которые вокруг. Ну и сама картинка впечатляет. Нищета, буква Z. Ура! Победим империализм. Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава Богу! На месте! Страна непуганных идиотов. Вот так вот, друзья, полный мрак. Детям продают сказку из прошлого. Им не хотят строить будущее богатой, красивой жизни, достаточной, учитывая сколько нефтяных ресурсов. И они же нужны для войны, ну и газовых, и всех полезных ископаемых. По-другому власть не может их использовать, потому что только через войну, только через силовиков она же ее удержит. Поэтому надо молодежь, которую ничего не видела, кормить фильмами старыми. Хотя, я думаю, они в фильмах видели, где использовалась свастика. Но они ее с удовольствием, как настоящие фашисты, носят, кричат ура. Ладно, у меня еще для вас два коротких видео. Ну, начнем с первого. Закончилось, и мой папа был дома. Что-то не сдувается, мама. Друзья, я считаю, очень классное видео, очень душевное. И хочу вам сказать огромное спасибо. Мы продолжаем собирать на два БПЛА, не квадрокоптера, но настоящих боевых БПЛА. Один пойдет в силы специальных операций Украины, второй свободным белорусом в батальон имени Костуся Калиновского. Сегодня мне прислали еще одну работу нашего будущего беспилотника, который работает сейчас на передовой. Ну, там не будет фразы «Аборежно падает бимбо», там немножко другой сопровождающий музыкальный фон. Ну, я еще раз хочу показать, на что мы с вами собираем. Огромное спасибо. Мы только за стримы с Дмитрием Щегельским собрали уже больше 6 тысяч долларов. Всего у нас уже почти 35, надо 50. Я думаю, до конца месяца мы 15 тысяч соберем. Поэтому всем огромное человеческое спасибо. Мы поможем орков гнать дистанционно, даже летая на 200 километров, чтобы папы могли на ротации приходить, а детки их видеть и радоваться. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вдруг так случилось, что вы смогли досмотреть до конца, значит мы с вами на одной волне. Подписывайтесь. Лозунг нашего канала «Хороших людей больше». Слава Украине! Живи Беларусь! ЛГА Казахстан! Пока! Слава Украине! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...